Я взяла 4 морковки. Они у меня вышли на килограмм. Сейчас я их почищу и порежу. Вот я почистила морковку. Сейчас я ее порежу. Все, морковку я порезала. Морковку я приготовила для тушения. Далее я беру большую кабачок. У меня он, наверное, 2 килограмма, если не более. Буду его чистить и крупно нарежу его. Если там в нем большие косточки, соответственно, косточки я буду удалять. Вот так вот крупно я порезала кабачок. Положила ее в большую кастрюлю. Сейчас в эту же кастрюлю отправлю морковку. Добавила немножко совсем водички. Включила печку. И все это сейчас начинаю тушить. Пока у меня кабачок тушится с морковкой, я подготовлю для зажарки 5 больших луковиц и целую головку чеснока. Вы подумайте, почему так много лука? И почему так много моркови? А чтобы кабачковая икра была очень вкусная, не надо этого жалеть. И лук обязательно нужно обжарить, чтобы вкус был бесподобный. Вот я почистила лук. И сейчас его порежу для жарки. Но резать я его буду крупно. Вот так вот крупно я режу лук. Почему крупно режу лук? Самое главное его обжарить. И все равно это все будет тушиться в одной кастрюле вместе с кабачками и морковкой. А потом все это дело будет крутиться у меня на блендере. Поэтому мне здесь ни мелкие, ни удлиненные, не имеют значения. Просто крупные кусочки лука для обжарки. Я размешала все, что тушится в сковородке. Это кабачок и морковка. Сейчас я добавлю специи. Я добавлю хмели-сунели. И у меня есть грузинская специя. Вы можете добавить любую специю, которую вы дома добавляете в блюдо. Которые вы любите, которые проверенные блюда. Специи. И соответственно немного подсолить. Немного. Вот я поставила лук обжаривать. Обжаривать буду на растительном масле. До золотистой корочки. Вот лук у меня обжаривается. Так как у меня нету помидоров, поэтому я сейчас добавлю 2 столовые ложки томатной пасты. Вот такая красивая зажарка у меня получилась. Сейчас я эту зажарку отправлю сюда же в кастрюлю. И буду все это вместе тушить. Вот я добавила зажарку в кастрюлю. Я почистила чеснок. Крупно порезала. Большие на 3 части, маленькие на 2. И сейчас тоже это все отправлю в кастрюлю. Сейчас все размешаю. И оно у меня еще будет тушиться минут 10. Вот он у меня начинает кипеть. Для пикантности вкуса. И если вы делаете эту икру кабачковую на зиму, в эту кастрюлю, в эту емкость, добавьте 1 чайную ложку 7% уксусной кислоты. Все. Я отключила печку. Сейчас закрою крышкой. Она у меня добулькает. Печка остынет. И я дам немножко всему этому тушеному кабачку с морковкой, со специями, остыть. Чтобы потом все это дело перекрутить и сделать и всей этой тушеной массы икру кабачковую. Тушеные овощи остыли. Сейчас я их буду перекладывать в комбайн и помолю. Вот я переложила все в комбайн. Сейчас я накрою крышкой и буду все перемалывать. Вот я все перемалываю на комбайн. Вот и наш результат. Кабачковый экран готов.